Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте, меня зовут Елена Чапитарева, я, как сказала, граждан Леонардовна, я уже аккуратор программы, отвечаю, собственно, за всякие организационные моменты и ближе к концу я отвечу на вопросы, которые часто возникают, о том, как у нас проходит обучение, какой режим и что нужно сделать, чтобы поступить на нашу программу. Ну что, коллеги, я, прежде всего, коротко напомню, что мы располагаемся фактически физически на факультете, департаменте психологии, факультета социальных наук, высшей школы экономики. Мы, так сказать, преемственные блокавриату департамента психологии, на котором теперь тоже четче стало видно и разные специализации, и у нас теперь есть фокус такой институтативной подготовки. Но мы в нашей программе ждем не только, и даже, может быть, не столько людей, которые вышли из блокавриата, но людей с большим образованием, профильным, бессмежным, из разных организаций. Но давайте немножко подробнее сначала поговорим про нашу программу. Программа существует в высшей школе экономики с 2014 года. Она, на самом деле, не создавалась только специально под высшую школу, потому что у программы долгая история существования. Она существует действительно, видимо, ну, там, с начала 2000-х годов, благодаря, прежде всего, Ангьякну Варбе, это очень известное имя на поле психотерапии, и имела возможность опробовать свое содержание и принципы своей организации за достаточно долгий срок. Тем не менее, мы уже и в вышке успели, вот в этом году мы выпускаем третий год наших выпускников. Здесь вот у нас наш первый, незабываемый наш первый курс. Значит, о задачах, о задачах того, о тех задачах, которые мы решаем, готовя людей в нашей программе. Значит, мы, прежде всего, стремимся подготовить людей, которые умеют думать системно. Не могу сейчас развить, может быть, очень подробно, что я имею в виду, но, тем не менее, коротко скажу, что это совершенно особый способ подходить к анализу любой проблемы, к постановке задачи, прежде всего, в терапевтическом пространстве, но не только, можно сказать, шире, в психологическом. И мы этому учим, и это навык может быть полезен не только у спортсменов, кто собирается работать в терапии, но, конечно, мы, прежде всего, направлены на то, чтобы подготовить людей, которые умеют оказывать практическую психологическую помощь. Вот, как здесь указано, разным социальным группам, выпускающийся у нас человек умеет работать со всей семьей, умеет работать с мужской парой, умеет работать с разными сочетаниями детей и родителей, умеет помогать одному человеку, продолжая мыслить системно. Вот, в основном, беречь не сложности, которые, конечно, далеко не исчерпывать этим списком, которые вот здесь у нас есть. Значит, когда есть сложности общения в семье, во всех разнообразных сложностях супружеских отношений, когда есть сложности взаимоотношений разных поколений, а это частые сложности. Наши специалисты очень полезны тогда, когда есть сложности в воспитании детей и разнообразных поведенческих проблемах, связанных с детьми. Мы работаем со специальными проблемами, наши специалисты работают с особыми проблемами, такими как зависимость и со-зависимость в семье, алкогольная, наркотическая, компьютерная зависимость и разного рода других. Ну и к нам попадают и те люди, которые не умеют, не могут или не умеют по каким-то причинам пока наладить отношения с другими людьми, не только личные, надо сказать, что мы можем помогать в широком круге сложностей с ним отношений. Очень важная информация. Наша программа, обучающая соответствовать стандартам тренингов и подготовки Европейской ассоциации семейных техтерапев. Мы вообще в тесном контакте с этой ассоциацией. Пока программа не является, строго говоря, сертифицированной, хотя над этим мы активно работаем. Это, правда, долгий процесс, он занимает время. Но вся организация программы построена так, чтобы она соответствовала международным стандартам, европейским стандартам. Ну и здесь же скажу, что те студенты, которые отличаются у нас именно в клинической подготовке, потому что у нас есть и академическая, и, собственно, практическая подготовка, имеют возможность получить еще сертификат общества семейных пандемиантов и техтерапевтов наше российское общество, которое позволяет им поступить в это общество после двух лет работы, по окончанию программы после двух лет работы, уже без всяких специальных процедур. Так мы поддерживаем и как-то там дифференцируем уровень клинической подготовки наших выпускников. Ну, коротко про эти самые стандарты ЕФТА, которые я упомянула. Значит, не обязательно выпускник, который окончил программу, соответствующую стандартам, в том числе Европейской ассоциации, должен знать системную теорию и теорию коммуникации. Он должен пройти по тренингам, тренинг по всем основным методам системной семейной терапии, их какое-то количество классических и какое-то количество тех, которые развивались и возникли в конце 20 века и 21 веке. Их достаточно много и со всеми ними наш студент, наш выпускник знаком. У него должно соревноваться клиническое мышление, у него обязательно должен быть клинический опыт. И он должен иметь возможность утренизировать свою практику, прежде всего, во время своего обучения, не говоря вот о том, что он должен знать и соблюдать профессиональные дни урпетит. Ну, как мы учим? Мы в основном учим тренинговым способом. То есть все, что мы преподаем, сразу получает практическое подкрепление. Тренинговый формат очень развит у нас, и это составляет большое число подготовки нашей. Отдельный конек, отдельная тема нашей подготовки – это супервизия. У нас много часов супервизионной практики, 450 часов супервизионной практики за два года подготовки. Первый год – это наблюдение, возможность наблюдать за практической работой преподавателей, а они все у нас практикующие терапевты. И, значит, учиться и обсуждать тот опыт, который возникает в результате вот этого наблюдения. Я вам поставлю сейчас картинку того кабинета, где ведется непосредственно. У нас здесь нет фотографий и присутствия ни терапевта, ни клиентов, в рамках соблюдения конфиденциальности. Но вот это одна из комнат, в которой непосредственно идет работой, которая через камеру видна в другой аудитории, где, собственно, сидят студенты и наблюдают за этой работой. На втором году, вот в этой комнате, у нас присаживаются студенты вместе с клиентами, и эту работу продолжает наблюдать группа и уже преподаватели. Этот опыт совершенно бесценный, про него можно много говорить, но без него невозможно подготовить людей, которые, так сказать, умно вычитаться высококвалифицированными системными специалистами. Ну, еще скажу про клиническую практику, потому что это тоже второе гидро нашей подготовки. Помимо супровизионной практики, студенты проходят клиническую практику. Я коротко перечислю базу, на которой это происходит, немножко похожее. Главная идея, что это уже встреча самих студентов с реальными семьями, преимущественно теми, у которых есть симптоматика у ребенка, психоневрологическое, психиатрическое или РДКБ, это тоже гидро. И, несмотря на то, что далеко не все наши выпускники собираются и дальше в своей реальной практике, именно с клинической работой, такой непосредственно в клинических учреждениях, без такой подготовки сделать, выпустить реально практикующего терапевта невозможно. Поэтому даже те, кто собирается работать с условно благополучным сегментом семей и вести свою частную практику, по нашему глубокому убеждению, должны суметь пройти эту работу, и мы делаем все, чтобы это прошло успешно. У нас очень кропотливое сопровождение этой клинической практики, маленькие группы, не больше трех человек, свой индивидуальный супервизор у каждой такой группы, возможность обсуждать проходящие там случаи. В общем, это настоящая клиническая подготовка. Ну и еще скажу про то, что мы создаем условия для того, чтобы любой наш учащийся исследовал собственную семейную историю, и используя, так сказать, те знания, которые он получает про разные подходы, как-то актуализировал, обрем, не актуализировал, может быть, свои психологические жизненные ресурсы, которые ему нужны для его собственной жизни, не только профессиональной, возможно, но и личной. И мы стараемся быть очень оперативными, мы стараемся реагировать на запросы, на появляющиеся новые знания, на новые тренинговые какие-то предложения, и на запросы наших студентов, поэтому мы довольно регулярно проводим мастер-классы, организуем лекции, которые в непосредственную такую программу, в наш дух не обязательно входит, но мы, тем не менее, их организуем. Ну вот это клинический, это формат клинической практики, где наши студенты, которые вовсе не собираются быть ни медиками, ни врачами, выглядят так, как питания, так сказать, вот в этой сфере, но это условия того, чтобы они могли в клинических медицинских учреждениях проходить то, о чем я сейчас только что рассказывала. Ну, наши преподаватели, я не всех сегодня смогу, к сожалению, здесь представить, у нас сработавшись группа преподавателей, которых мы все очень ценим, потому что, я уже сказала, это люди, которые совмещают свои практические навыки, высокую практическую заброску с академическими требованиями, академической работой, они все практикуют сами, они все проходят свою профессиональную супервизию, они постоянно повышают квалификацию и знают, и осваивают современные методы, стараясь не отставать, или иногда идти впереди, так сказать, того, что известно на основной массе практикующих терапевтов, способны обучать разным подходам, как я уже сказала, не только классическим, но и разным вариациям. Все они в основном, практически без исключения, члены общества семейных протестных консультантов, которые я уже упомянула, подробнее про это общество вы вот можете узнать на сайте, который здесь указан. Многие преподаватели являются членами международных профессиональных психотерапевтических ассоциаций, ну и, наконец, всего просто простого очевидного существования в рамках магистрской эпидемической программы. Они ведут исследования, публикуют научные работы. Обратите внимание, что у общества, с которым мы сейчас мы сотрудничаем, появился журнал, там есть ошибка какая-то? Да-да-да-да, появился журнал, который... Только сейчас реальный журнал, вы ответите, ладно? Хорошо, конечно. Значит, вот familypsychology.ru, где вы можете встретиться с публикациями многих наших преподавателей или уже студентов тех исследований, которые уже состоялись в рамках магистрской программы. Ну, тут вот, так сказать, фотографии наших преподавателей. Я уже сказала про Ана Якну Барго, еще скажу, что Ана Якна сейчас председатель академического совета нашей программы, и она ведет такие ключевые установочные курсы, например, введение системное мышление, да, в рамках общего большого курса про классические методы, про основные подходы системного, на системной смене техотерапии, продолжает активно публиковаться. Она один из тех преподавателей, которых студенты наблюдают в рамках супервизии, одна из трех преподавателей, и те, кто потом наблюдают студентов, ну, что еще сказать, ведет Ана Якна и научные исследования, руководит магистрскими диссертациями. Я в большей степени, я также участвую в руководстве диссертациями, значит, преподаю целый ряд курсов, в том числе постклассических, я сегодня во второй части немножко про это побольше скажу, веду специальные курсы, которые касаются, например, работы с терапией разводов. Ну, к сожалению, не успею представить вам всех, но поскольку сегодня во второй части я немножко подробнее расскажу про наши особые дисциплины, которые не столько представляют классические подходы, сколько постклассические и неоклассические, то я как раз двух преподавателей здесь представлю, Черникова Александровича, который тоже известный очень на профессиональном поле человек, кандидат наук и не только вот ведущий тренер Института групповой семейной психотерапии, но и человек, который ведет у нас существенное количество курсов, и Ксению Суханову, которая является известным человеком на одином сообществе и преподает в нашей программе. Ну и для того, чтобы было как-то веснее наше международное сотрудничество, представили только двух еще преподавателей, Любовь Машинскую, которая специалист из Израиля, и часто участвует, примет участие во многих наших специальных курсах, она специалист и по травме, и, значит, как все специалисты, в общем, из Израиля, а второй человек, который здесь представлен у нас, это Кэтрин Бейкер, она специалист по волновскому подходу, ближайшая ученица Мира Ивона, и мы тоже активно с ней сотрудничаем. Ну вот я, так сказать, обещала рассказать чуть подробнее еще про партнеров программы, значит, это Европейская Ассоциация семейных психотерапевтов, про которую мы уже говорили, говорили, что мы реализируемся на ее стандарты, говорили, что мы ведем работу по возможной сертификации нашего обучения. Я чуть-чуть скажу пару слов про эту самую планирующуюся сертификацию. Мы надеемся, что через какое-то время появится возможность у всех, кто закончил нашу магистратуру, даже если эта сертификация не произойдет во время их обучения, при некоторых условиях, возможно, при некотором доворе еще дополнительных часов по супервизии, пройти саму процедуру сертификации в виде представления своего случая и представления документов по пройденному обучению так, что они смогут получить сертификат Европейской Ассоциации. Мы работаем на это. Ну вот здесь упоминается еще Международная Ассоциация семейных терапевтов. Это ассоциация международная, не только европейская, она включает в себя все континенты. Это у нас очень старые контакты на связь, потому что многие наши преподаватели проходили еще обучение у одного из президентов этой ассоциации, Хан Вайнер, и сейчас больше или меньше активностью мы поддерживаем в отношении с этой ассоциацией, но все новости, конференции, мероприятия, которые проводят ИФТА, остаются в поле нашего внимания. Ну вот у нас очень такой приятный для нас дружеский контакт с Уэльсом, с Институтом Семьи Южного Уэльса. Буквально недавно коллеги из Южного Уэльса приезжали, кстати, на нашу конференцию. Это было интересное сообщение. Они когда-то давали, рецензировали нашу программу, как международные специалисты, когда мы ее утверждали в Ушке. В общем, это наш контакт. Ну и вот перечислены те базы, на которых проводится клиническая практика, про которую я уже говорила. Это российская детская клиническая больница РДКВ. Мы работали очень подробно с революционным центром Русское поле. Возможно, мы добавим к нашему сотрудничеству клиническим базам в следующем году революционный центр детства и пятую психиатрическую клинику, что даст нашим студентам широкое пространство для вот этой клинической работы. Ну и мы сотрудничали в разных формах. Мы продолжим сотрудничать с, наверное, самой известной государственной крупной организацией, которая есть, прежде всего, в Москве. Помощи населения. Это Московская служба психологической помощи населения. Ну, наверное, многие из вас, может быть, даже при ней услышали и знают. Ну и, наконец, чтобы вы немножко четче понимали, зачем вам это все нужно и что вы, собственно, сможете делать, хотя я уже кое-что про это сказала, когда вы закончите нашу программу. Итак, прежде всего, мы рассчитываем на то, что вы, конечно, хотите и сможете стать частным консультирующим специалистом. Освоив нашу программу, вы сможете использовать не менее двух методов системной психотерапии, и вы сможете работать с разным форматом клиентов и, в общем, иметь свой бизнес. Тут есть разные вопросы, но на сегодня наши специалисты решают этот вопрос тем, что они, многие регистрируют индивидуальную и предпринимательскую деятельность. И, поверьте, таких студентов, заводы существовали, таких бывших наших студентов, которые сейчас практикующие, активно практикующие специалисты, заводы сложилось уже много, полноценное сообщество. Тем не менее, если вы пока по каким-то причинам закончите нашу программу, не будете готовы сразу вести конституционную практику, то тем не менее, то вы, безусловно, сможете найти свое место и с дипломом магистрским. И вот с этой конкретной системной подготовкой, которую, скажем так, скромно, но, так сказать, решительно знают очень многие профессионалы на нашем поле, вы сможете быть полноценным членом любой клинической команды. Ну, с оговоркой, скажу, что с некоторого времени, собственно, клинические организации ждут, что у вас будет диплом или сертификат по клинической психологии. Это можно отдельно решать, но тем не менее, это решаемый вопрос, и подготовка системная очень ценится во многих клинических организациях, помогающих в социально-психологических, кризисных центрах, в разнообразных психологических службах, в телефонах доверия, в центрах экстренной помощи, ну и, конечно, в образовательных организациях, в школах и детских собраниях. Наверное, можно сразу ответить на этот вопрос. Есть ли курсы для диагностики индивидуально-психологических особенностей, например, с учетом типов диагностических методов, хорошая подготовка по клинической и дифференциальной психологии? Ну, я бы так сказала, что мы не являемся специалистами, то есть мы не являемся программой, которая готовит специалистов по дифференциальной психологии. Более того, я даже бы, может быть, сказала вам больше почему и чуть больше развернула бы, так сказать, вот эту тему. Понимаете, в каком-то смысле психотерапевтическая концепция не совсем точно или не совсем прямо состыкнуется с идеологией психодиагностики. Психотерапевт – это тот человек, который в первую очередь интересуется потенциальными возможностями, резонами развития семьи и клиентов. Если мы говорим о современной методологии, то там современная методология идет дальше. Там вообще нет идеи, что есть, ну, какие-то заведомо тормозящие эту возможность и постановка этих задач факторы, которые якобы выявятся в психодиагностике, будете на них опираться. Это не значит, что мы, как бы это сказать, пренебрегаем психодиагностику, но не ценим ее. Я бы сказала, что мы больше с ней сталкиваемся в нашей исследовательской работе не столько, конечно, с психодиагностикой, индивидуальной, дифференцированной, сколько мы, ну, с теми или иными видами, так сказать, обследованием или количественным описанием каких-то групп людей, о которых мы так или иначе исследуем, которые являются нашими респондентами, мы сталкиваемся. Поэтому, если вы все-таки ставите перед собой задачу буквально стать дифференциальным, психодифференциальным, так сказать, специалистом, то, по-моему, есть отдельная инвестрация у нас. Не станем ее здесь рекламировать специально, но она есть. Если вы все-таки думаете о том, что вам нужна диагностика для того, чтобы стать полноценным психотерапевтом или консультантом, то здесь бы я построила. Я бы сказала, что это, возможно, и без такой направленной, очень, так сказать, развернутой подготовки. Хотя, конечно, мы очень ценим, когда на уровне психологической вашей подготовки вы с этим сталкивались, знаете, знаете основные методы и так далее. Вы хотели что-то говорить? Да, это про то, что наш подход, о котором как раз ты сейчас говоришь, системный, он ставит немножко другие акценты. Другие акценты. Да, но мы, так сказать, понимаем, откуда берется этот ваш вопрос и готовы, так сказать, вот тут, насколько я могла, я заочно, так сказать, вот как-то свою позицию здесь, позицию нашей программы как-то представила. То есть диагностику семьи, да. Диагностику, кстати, да, диагностику семьи. Да, более того, я даже бы сказала вот, что очень хорошо, что сейчас такая сказала, потому что, более того, вот в таких рамках мы даже способствуем развитию методов диагностики, потому что у нас идет активная разработка методов диагностики, которые мы, прежде всего, намерены не столько в терапии используем, сколько именно в дальнейших исследованиях. Как минимум была адаптация опросников FACES по структурной организации семьи, его очень многие специалисты знают. Мы адаптировали третий, третий FACES для подростковой группы, активно работаем с четвертым FACES. У нас разрабатывается опросник по разводной ситуации в семье, как определить, там хороший развод или плохой, и активно идет эта работа. С нами тесно сотрудничала группа, которая занималась разработкой диагностического метода уровня дифференциации отдельного человека. Это такое понятие, которое есть в концепции ВОУ, но, может быть, не все с ним знакомы, но он важный концепт, который используется в рамках семейной работы. Кстати, может использоваться отдельно в индивидуальной личности, но мы это не просто в рамках нашей программы используем. Ну, если позволите, я на этом вот эту тему оставлю. Значит, мы не, при том, что мы постоянно подчеркиваем вот нашу практическую ориентированность, мы, тем не менее, совершенно с глубоким уважением относимся к тому, что часть наших выпускников может решить, что они останутся исследователями и не будут работать практически, не будут консультировать или делают это через какое-то время. По идее, человек этот закончил нашу программу, знакомится с отдельным специальным полем исследовательства, который может стать вполне их академической профессией, исследовательской профессией, например, исследование семейных систем, или огромное большое поле исследований особенностей терапевтического взаимодействия, или эффективности психотерапии. Поэтому мы считаем, что выпускник нашей программы может полноценно ввести потом научные деятельности к будущим агентствам участвовать в международных исследовательских проектах. Ряд наших выпускников... Лена, почитайте, пожалуйста... Я прочитаю, пожалуйста, вопрос, если... Все это... Спасибо вам. Значит, часть наших выпускников направлены на то, чтобы создавать различные тренинговые программы, и мы очень их в этом поддерживаем. Часто специфика нашего исследования предполагает, что какие-то значимые результаты могут быть получены тогда, когда на, так сказать, экспериментальную группу в этом исследовании оказывается какое-то воздействие направленное. И для этого разрабатывается некоторая тренинговая программа. Не говоря уже о том, что, конечно, запрос практической помощи на тренинговую программу большой. И это вовсе не обязательно только групповая работа в чистом виде, потому что есть групповая работа, которая, тем не менее, направлена на отдельные задачи с уяснением терапии, например, на работу с укроповскими парами или на работу с подростками. Значит, наши выпускники гораздо лучше ориентируются на этом поле, выпустившись из нашей программы. Ну и, наконец, мы считаем, что могут быть люди, которые приходят, тем не менее, разобраться прежде всего на своей семейной истории, в своих собственных семейных делах и задачах, что-то вроде личностного роста. Правда, мы не считаем, что программа наша является лучшим методом решать свои личные и семейные проблемы и все-таки для этого существует терапия, но расширить пространство своего знания, своей, не знаю, культуру в этой сфере, своей какой-то ориентации вы хотите, по-моему, можете, не считая, например, что вы непременно должны сдать практику. Мы тоже к этому относимся с уважением. Ну что, видимо, мы с основными задачами, с основной ключевой информацией про программу закончили. Стоит ли нам сделать небольшой перерывчик, когда мы перейдем к второй. Может быть, вопросы какие-то есть? Есть ли еще какие-то вопросы? Может быть, у кого-то как-то? Никакого нужно подключить? Нет. Нет вопросов. Тогда мы перейдем к второй части нашей презентации. Я хотела чуть подробнее представить некоторые из дисциплин, которые мы преподаем. Мы каждый раз, не первый раз, делая такой вебинар, стараемся как-то не особо повторяться. И в этот раз мы не стали делать какую-то популярную лекцию или какой-то такой семинар, сколько стали... Решили рассказать вам немножко о том, что, может быть, не так очевидно, из самого названия нашей магистрской программы и расскажем вам о таких блоках, ветвях дисциплин, которые условно называются постклассическими и неоклассическими. Так. Ну что? Значит, первый тезис поле системной терапии, который мы обучаем в нашей магистрской программе, чрезвычайно обширно, и оно постоянно развивается и пополняется. И помимо классических и многих хорошо известных подходов, стратегической, структурной терапии, миланскому подходу, разным вариантам, сочетаниям, на этом поле существуют постклассические подходы, которые, первое, все, что, прежде всего, относится ориентированное на решение терапии, и неративное, и неоклассические подходы, к которым мы бы отнесли, и к той, другой ветви, так сказать, можно относить большее количество подходов, но я говорю об основном, и так называемые неоклассические подходы, к которым можно отнести терапию, и национально фокусированной психотерапии. То есть первое послание, которое хочется сделать, это про то, что мы, ну, как бы это сказать, держим руку на пульсе и стараемся, чтобы все инновации, которые появились на поле системной терапии, отродились в рамках нашей программы, но отродились, ну, как бы, так сказать, таким взвешенным образом. Понятно, что это должны быть подходы, которые так или иначе себя запомендовали, представлены в профессиональном сообществе, ценятся профессиональным сообществом, принимаются и... Значит, если мы говорим про постклассические подходы, то... Ну, вот, это одна из фотографий наших студентов, компенсационная фотография, которая недавно здесь была. Если мы говорим о постклассических подходах, то это подходы, которые стали складываться, отпочковываться, во многом отталкиваться от классической системной терапии в конце 20-го века. Я не буду здесь очень подробно останавливаться на специфике их, потому что этому может быть посвящена отдельная пускайфекция и дисциплина. Я только могу сказать, какие, в общем, будут все интересные для нашей аудитории вещи. Это подход, который... Постклассические подходы прежде всего преодолевают так называемую экспертность или иерархию в терапевтическом процессе. В классической терапии терапевт занимает особое иерархическое положение, потому что он эксперт, потому что он ведет себя и выглядит, так сказать, в контакте, как человек, который знает о клиенте, о его ситуации, о его семье в каком-то смысле больше, чем сам клиент, и это задает определенный вводит взаимодействие. Это совершенно не значит, что, говоря об этом, я имею сейчас в виду, что классические подходы потеряли свою эффективность и им не стоит обучаться. Это только значит, что, ну, как бы методология или, если угодно, идеология, работы может быть разной, и мы стараемся познакомить студентов и вот с этой более новой идеологией. В постклассических подходах терапевты гораздо больше ориентированы на сотрудничество и на интерес не столько к тому, в чем проблема клиентов и семьи, от чего она возникла и чем связаны существующие дефициты и подробный анализ этого, сколько на ресурсы и возможности обращается внимание клиенту и семьи. Ну и еще один очень важный тезис, который, может быть, пока останется немножко загадочным, без подробного обсуждения, но тем не менее я про него скажу. В постклассических подходах терапевт работает с предъявленной сложностью или проблемой, или задачей, как с некоторым текстом, с некоторой историей, которая может быть пересечена и пересечняется она как раз в ориентации на те задачи и достижения, на которые думают клиенты, на которые он ориентируется. И поэтому выявление вот этого желаемого решения в ситуации или предпочитаемой истории клиента занимает существенное место в этой работе. Этим подходом учиться интересно, и у нас, поверьте, есть высококачественные специалисты для того, чтобы им научиться. Ну, я коротко рассказываю уже непосредственно на, так сказать, примере конкретной дисциплины, которую мы преподаем. Например, на первом году обучения у нас есть дисциплина, которая так и называется конструктивистские подходы. Вот у этих постпластических подходов много разных названий, их называют постпластическими, постпластическими, конструктивистскими. Около 100 академических часов мы делаем в этой вводной дисциплине, где студенты получают возможность сначала познакомиться с идеологией и основаниями ориентированного решения подхода, а потом с нарантированным подходом. Благодаря этому они знакомятся с другим, чем их обучают сначала, на первых месяцах и в годах нашей учебы, на первых годах и первых месяцах нашей учебы, чем в классических подходах в мировоззрениях и с другими способами взаимодействия с людьми терапии. И они могут почувствовать, благодаря этому специфику, вот этой ориентации не столько на дефицит, не столько на проблему, не столько на выявление сложности, сколько на возможности и ресурсы клиентов. Это прям совсем другой способ работы. Ну и два дальше, две дальше дисциплины у нас есть. На втором году у нас классический нарративный подход к работе с укропской парой и детьми, 76 часов академических, и ориентированный на решение подход к работе с укропской парой и детьми, тоже 76 часов. То есть всю вот эту идеологию и основные методы, которые успевают студенты освоить на первом году, вот в рамках этого общего курса конструктивистские подходы, они имеют возможность потом отработать, во-первых, ну как бы, так сказать, спроецировать их на специфику работы конкретно с парой и с детьми, а во-вторых, очень активно, тренингово их отработать. Ну и в чем это состоит? В том, что многие техники работы, которые понятны, например, в индивидуальной работе, должны быть еще специально перепромулированы для того, чтобы применить их к детям или к укропской паре, ну, например, там, как вырабатывается, на какую задачу мы работаем, одно дело или на какое решение мы работаем, одно дело у тебя один клиент, да, другое дело у тебя супругская пара, которая и так, возможно, в конфликте или в споре, им надо как-то договориться, да, значит, мы обучаем людей проводить интервью так, чтобы, там появился вопрос, мы организуем обучение так, чтобы люди научились применять эти техники, например, ориентированные на решение подхода для нарративного подхода именно для совместной работы. Или, например, многие, кто знаком с нарративной работой, знают, что есть представление о предпочитаемой истории или об уникальных эпизодах. Но одно дело уникальный эпизод, это предпочитаемая история в жизни человека одного, другое дело, когда их двое. Как с этим быть и как с этим работать? Идеи выработки совместных ценностей контракта пары и его трансформации в такой работе, если он необходим. Как подходы, которые, казалось бы, ориентируются на такое равное партнерство терапевта и клиента, на использование многих разговорных таких приемов, на использование опыта клиента, может быть перенесен на работу с детьми, которые, казалось бы, не очень имеют много опыта, может быть, не всегда хорошо формулируют, или, может быть, какие-то вещи им оценивать сложно. Мы учим этому, вот, проекции на работу с детьми, понимаете, это очень звук, интересная работа с большим количеством иллюстраций тренинговых. Да, я тогда переключу, а... Да, давайте я отвечу. Значит, у нас есть вопрос, да, может быть, не все аудитории он виден, есть ли какие-то у нас открытые лекции, мастер-классы, чтобы познакомиться с курсами и преподавателями. Ну, я понимаю, что наша аудитория многое подключалась, подключается к нам только сейчас. Надо сказать, что весь год мы делали активную работу, у нас была возможность попасть на открытые занятия и тренинги в рамках нашей программы. Нашла очень активная регистрация, каждый раз мы получали очень большое количество запросов, к сожалению, не могли включить много народу, потому что это статифика преподавания, и в первую очередь, мы, конечно, ориентированы на те, кто у нас непосредственно сейчас учится. Но, тем не менее, такая возможность была. Если говорить сейчас про ближайшие возможности, то, позволю себе здесь об этом сказать, у нас будет две открытые лекции 13 июня, очень любопытные, у нас там уже очень активная регистрация идет. Выйдите, пожалуйста, на страничку магистрской программы системной оселения психотерапии на сайте Высшей школы экономики, HSP, я называю в английском, spelling.ru. И посмотрите, пожалуйста, одна лекция будет посвящена сексуальной терапии, некоторому такому обзору состояния и трудности, прежде всего, в Америке. К нам едет специалист из Америки, Наталья Русицкая, который будет про это нам рассказывать. И у нас будет специалист, на мой взгляд, очень интересным таким разворотом, который покажет про использование системного подхода не в терапевтической практике, а в том, как наладить работу организации, в частности, клинической организации. На примере кейса одной клиники, в которой случился тяжелый случай суицидов пациента, он покажет пример работы с сотрудниками и врачами и профессионалами этой организации. Ну вот это 13 июня, прямо накануне чемпионата мира. Значит, сейчас отмечу я на этот вопрос тоже, или это может, Лена? Я могу. Значит, это будет вот такой мероприятие. Ну и обратите внимание на открытые лекции ВДНХ. Это наша активность, которую поддерживает, организует и промонтирует Высшая школа экономики. У нас в июле, по вторникам, вечерами состоится 4 лекции наших преподавателей и выпускников нашей программы. Я даже могу назвать сейчас на скидку основные темы. Значит, одна лекция будет тоже посвящена переживаниями, проблемам или задачам или, как бы сказать, аспекту женской удовлетворенности в интимных и эмоциональных отношениях с партнером. Ее прочитает предпочтитель нашей программы Марина Трактова, которая ведет у нас курс по терапии низкого увеличения сексуального пари. У нас будет, видимо, лекция, которую я надеюсь прочитать сама, посвященная супружескому разводу в семье. Она условно будет называться в жизни жизни после развода. Будет лекция, которая будет посвящена тому, как протекает процесс отделения выросших детей от семьи. Интересно. На примере сказки Андерсона «Русалочка». И у нас, значит, будет лекция по нарративной терапии. Условно мы думали, что что-то про то, как пересочинить свою жизненную историю. Следите, пожалуйста, за тоже рекламой, в том числе и на страничке нашей программы. Ну вот сейчас у меня открыт слайд, который иллюстрирует те книги, в которых представлены знания и навыки наших преподавателей именно в постклассической, в преподавании постклассической терапии, которая ведется в нашей программе. Вот, так сказать, книжка «Системная семейная терапия» представляет все основные направления, в том числе постклассические, про которые я говорила. И там эти разделы подготовлены преподавателем нашей программы. И книжка «Системная терапия» «Системная терапия супружеских пар» содержит в себе разные интересные темы, но там представлены и варианты постклассической работы с супружеской парой, которую подготовили под редакцией «Системная терапия супружеских парой». Ну и успеваю я по времени, да? Нормально. Про коротко скажу, но это очень большой, интересный раздел. Значит, видимо, как реакция на развитие психотерапевтического поля и такого бурного развития постмодерфейских подходов, свое место стали с начала двухтысячных занимать так называемые неоклассические подходы. Я коротко скажу, что это такие подходы, которые являются совершенно новыми и свежими, но при этом они сохраняют, ну как бы корреспондируют с классикой, потому что они во многом сохраняют экспертную логику, аналитическую, часто ориентированные именно на идею того, что проблема должна исследоваться, диагностироваться в широком терапевтическом смысле слова и исследоваться. Но, тем не менее, очень заметно, что, во-первых, они учли влияние постмодерфейских подходов и многие ценности этих подходов там отражаются. И очень таким заметным признаком вот этих новых неоклассических подходов является такая очевидная интегративность, когда многие классические системные подходы или даже не обязательно системные, значит, компилируются и возникает новое направление, часто очень эффективное и полезное. Значит, ну, два основных, два основных дисциплины, я здесь представлю, это эмоционально фокусированная психотерапия супружеских пар, у нас проходит тренинг, следующий слайд про это, я только коротко скажу, что это подход, который разработан, многие это знают, Сью Джонсон и Гринбергом в Канаде, он на широком признак, это очень хорошая, эффективная техника для супружеской работы, шедкосрочная форма, и вот подтверждение моего тезиса о том, что это интегративный подход, вот он сочетает в себе демонстические принципы работы, идеологию системы и семейные техники, прежде всего структурную, и опирается на теорию привязанности к голове. Чуть-чуть покажу вам про, собственно, сам наш тренинг, подскочила, мне кажется, на слайд. Значит, вот этот тренинг обучения эмоционально фокусированной терапии 76 часов, ну, вот основные темы, как деэкскалировать супружеский конфликт в паре, как терапевту сталкиваться с этим конфликтом, особенно с его агрессивными формами, и как себя вести, и как строить контакт с такой парой. Конечно, основные этапы, ну, это вот все, кто знает технологию, это знают, про что я сейчас говорю, основные этапы и семь шагов УФТ вы осваиваете в этом тренинге, вы специально знакомитесь с темой супружеских измен, с тем, как работать с прощением и примирением в паре, специально отслеживать ваши навыки работы тогда, когда в паре вот вы запустили работу и начинают происходить какие-то уже изменения, которые не имеют исходную позицию. Как увлекать остраняющегося, как смягчать обвинителя, это я причисляю, чтобы вам было понятно, что у нас уже такой тренинговый разворот в этой работе. И другой тренинг, который называется «Системная терапия субличностей». Он основывается на концепции Шварца, человека, который, кстати, написал одной из самых заметных хрестоматий вообще по системе семейной терапии. И это его «Товпетти, инновация», которая в 2011 году выходила, книжка, которую, может быть, многие знают. Также терапия до состояния Джона и Хелен Боткинс и когнитивный вариант терапии субличностей, схема терапии Джек и Янга. Ну, интересно учиться этому подходу и этому тренингу, потому что вы в процессе обучения знакомитесь с метафорами множества личной, множественности личности. То есть основная идея какая? Вот системные терапевты рассматривают проблему в контексте взаимоотношений различных членов семьи. И как будто мы смотрим на семью как состоящую из разных элементов или разных составляющих. А не является не сам человек, отдельный человек таким полем, на котором присутствуют разные субличности, разные его элементы или части Я. И если это так, то как такая множественная персона или такой человек сосуществует с другими персонами, у которых тоже такие множественные Я, и как его собственные внутренние в кавычках конфликты сочетаются и сосуществуют с конфликтами между членами семьи. Всему этому мы обучаем в рамках такого тренинга. Я вам представляю две книжки. Да, я не сказала, что эти тренинги ведет Александр Чечерников. Я уже упоминала его сегодня и показываю эту фотографию. Это книжки, которые редактировал Александр Чечерников и писал к ним предисловие. Поэтому он действительно хорошо погруженный туда специалист. Ну и, наконец, очень коротко, новые книжки. Можем что-то проанонсировать из «Подмагистов повышения квалификации». Может быть, я закончу про книги новые, чтобы топологично взять на этот вопрос. Коллеги, посмотрите, у меня не было задачи дать здесь библиографические выходные данные этих книг, но поскольку эта презентация будет висеть в архиве, вы можете подробно с этим познакомиться. Я просто моя задача сейчас сказать, что вот под редакцию упомянутого, ой, простите, пожалуйста, здесь у меня опечатка Александра Викторовича Черникова, это непростительная опечатка, вы, надеюсь, вы меня все-таки простите, выходит. Интересная книжка «Психотерапевтическая работа с треугольниками отношений». Кто немножко знакомый с системной терапией, знает, что треугольник в семье одно из базовых понятий, разработанных волном. Это свежая книжка двух авторов зарубежных, которые, так сказать, готовятся к изданию этой книжки. И упоминавшаяся мной схемотерапия, якобы и Арнцы, тоже под редакцией Черниковой. Показываю вам еще две новые, вот, собственно, это фотографии, обложки вот этой книжки, которая уже вышла. Вторая, как я не знаю, готовится к изданию. И две книжки, которые вышли относительно недавно. Детская и подростковая психотерапия. Тут я немножко в специальной позиции, потому что рекламирую книжку, которую издавала не вышка МГППУ, но я принимала там участие, как один из авторов разных глав. Это учебник. Он рекомендован, поэтому я думаю, что магистры все равно всех лучших учебных людей с ним будут сталкиваться. Этот учебник получил премию «Золотая психия», и там есть отдельная большая глава по постклассическим методам работы с детьми. Это, я повторяю, свежее издание. И книжка, ориентированная на решение к мегасочной терапии, в работе на телефоне доверия. Это учебно-методическое пособие, оно вышло в 16-м году. Хочу только еще сказать, что переиздание претерпела книжка «Системная терапия супружеских пар», и теперь у нас есть одна базовая, так сказать, издание, с шестого года, и когда ли? На 16-м году, по-моему, переиздание, так что, в каком-то смысле, это тоже свежее переиздание. Показываю вам последние обложки вот этих переизданных или просто многоизданных книжек. Теперь очень коротко, чтобы оставить время на менеджер нашей программы, рассказать нам про все, так сказать, административные составляющие. Значит, мы думаем и активно работаем над тем, чтобы люди, которые закончили магистрскую программу или все-таки не заканчивали, но находятся на нашем профессиональном поле, получали возможность подготовки такой фокусированной, очень точечной и краткой. Поэтому мы разрабатываем дополнительные курсы дополнительного образования. В этом году мы уже проведем два таких коротких тренинга. Один очень любопытный с привлечением специалистов из Америки и наших лучших специалистов. Это тренинг по арт-терапии и системной терапии, где мы покажем, как можно совмещать использовать приемы арт-терапии в системной работе. Второй тренинг запускается буквально в следующие выходные. Это стратегическая работа с нарушениями поведения детей. Его ведет преподаватель в нашей программе Елена Викторовна и Фисун. И в очень скором времени будет конкретно тренинг по циркулярным интервью Анни Акни-Варга. Это тренинги, которые, еще раз повторю, прежде всего направлены на те, кто уже знаком, базово. Но, возможно, для некоторых он будет как раз введением в поле системной терапии. Поэтому сертификат вы все равно вышки по получению дополнительного образования получите. Следите, пожалуйста, за программой этих дополнительных портов тоже на сайте монетарской программы. Спасибо большое за внимание. Я передаю слово Елене Чебутаревой, которая расскажет вам о своем программе. пока мы переключаемся. Да, если вдруг у вас есть вопросы, попишите, пожалуйста. Если вопросов пока нет, то мы переходим к некоторым техническим вопросам. Мы уже писали, задавали. Про режим обучения вопросы. Первые такие технические, где проходит обучение? Основное наше здание учебное, сейчас армянский переулок, 4 строения, 2, буквально в 3 минутах основного здания, где находится приемная комиссия. Но у нас есть занятия, как Бражда Леонардовна говорила, на клинических базах, в частности, в детском центре психического здоровья. Это даже не клинические базы, это часть наших лекций клинических. Да, практикумы фактически проходят, да. Центр психического здоровья на Каширке и, собственно, практики, которые тоже проходят на нескольких базах по выбору студентов. Да, они распределяются. То есть не все занятия здесь, но в основном, да. Сначала посмотрим на общий график. В вышке модульная система обучения. То есть мы учимся по 4 модулям. Вы можете здесь видеть, да, этот график и каникулы, так как презентация будет висеть, но подробно не останавливаемся. Более актуальный для многих вопрос, как бы насыщенность, да, занятости. Да, у нас очень интенсивная программа. Вы уже много слышали о содержании. Понятно, для того, чтобы как-то воплотить это содержание, нужно для этого время. Да, поэтому, да, по многочисленным просьбам наших абитуриентов у нас очередная попытка в этом году перейти на вечернюю форму обучения. Она будет в какие-то дни с 16.40, в какие-то с 18.00 до 21.00. Но, к сожалению, только в вечера мы не вмещаемся, поэтому придется задействовать и субботы, и там совсем редко какое-то дневное время. И те же клинические базы, они просто недоступны в выходные или вечером для посещения и, соответственно, для студентов. Поэтому практики, вот эти практикумы клинические тоже проходят в дневное время на базах. Вопрос, нужно ли совмещать с работой. Да, и многие наши студенты это делают, но сказать, что это легко, мы не можем, честно, да, потому что, особенно первый год, это очень насыщенная программа и, в общем, зависит от характера вашей работы и от вашей готовности погружаться в эту учебу, потому что она требует... Лена, если позволишь, только видно, что все-таки, очень заметно, что все-таки немножко нагрузка на втором курсе снижается. Да, 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 это важно. Это важно, потому что вот в первом курсе, теперь вот это сочи мы делаем, вы видите, что на втором становится полегче, но кроме того, четвертый модуль это только подготовка нашей диспетации. Ну и второй курс мы уже рассчитываем на то, что наши студенты, как я тут писала, в ответах начинают собственную практику, и они больше уже погружаются в организацию собственной деятельности, а к нам приходят консультации. Теперь о том, как поступать. В этом году подача документов официальная с 20 июня на нашу программу, которая является коммерческой, до 16 августа. Адрес приемной комиссии вы видите, график и телефон. Можно подать документы напрямую в эту самую приемную комиссию или отправить по почте, но у нас есть способ проще. У нас открыта предварительная регистрация и она же предварительная оценка портфолио. Вы видите тут скриншоты нашей странички для абитуриентов, на сайте нашей магистрской программы. Вы можете нажать кнопочку предварительной регистрации либо вот в абитуриентах, либо на главной странице. Прямо она есть, тоже дублирует. Там все описано, что нужно для подачи документов. Мало того, вы регистрируетесь, загружаете то, что у вас есть. Мы с вами связываемся и даем какую-то обратную связь, что нужно добавить, что может быть, каким образом вы можете повысить свои баллы. И у нас идет такая постоянная работа по совершенствованию вашего портфолио. И эта функция действует круглогодично, то есть как только появилась мысль для возможностей поступления, вы можете начать свою регистрацию. Зачисление на нашу программу происходит в результате конкурса портфолио. То есть вступительных экзаменов нет. Вам нужно сдать документы и это самое портфолио, о котором мы сейчас чуть подробнее поговорим, и пройти собеседование. Необходимые документы вы видите, то есть, собственно, это паспорт, документы об образовании, импот, да, все остальное. Это уже некие подтверждения ваших компетенций, которые вы считаете нужно подтвердить. Здесь представлен, собственно, состав портфолио, кроме таких стандартных документов. Понятно, что нас в первую очередь интересует любое ваше образование, связанное содержательно с нашей программой. То есть любая помогающая профессия, необязательная психология, все, что вы считаете, имеет отношение, в том числе нас интересует ваш некий жизненный опыт, да, в любых проявлениях. У кого-то это создание бизнеса, у кого-то это выращивание детей. Это тоже полезная информация для нас. Любые ваши достижения, свидетельства об этих достижениях, грамоты, дипломы, статьи, да, как научные, так и практические, конференции разные, все, что... Ну, конечно, любые варианты участия в филингах, переподготовках, семинарах. У нас, так как тоже гражданин Леонардов уже говорила, что у нас есть большой блок и научно-исследовательской деятельности, нас интересует ваш опыт в этой области. И, может быть, даже не столько для отбора, сколько для такой ориентации, что мы вам можем предложить, да, в каком направлении, потому что здесь есть некоторый выбор. И поэтому мы вас просим дать какую-то ссылку или приложить пример вашего академического текста любого, который вы считаете удачным. Если он есть. Да, да. Просим предложить какой-то проспект исследования. На сайте немножко подробно расписано, что это такое. То есть это, собственно, ваши некие идеи о том, что вам хотелось бы исследовать, как на практике, с чем вы предпочли бы работать, так и, собственно, в научных исследованиях, что вас больше всего интересует. Давайте о том, что еще и на сегодня. Понятно, что вы не подписываетесь. Это просто, скорее, размышления для нас, к чему готовиться и как планировать ваше обучение в дальнейшем. И как дополнительный такой тоже плюс к вашим заслугам, рекомендации либо научного руководителя, если вы в основном студент, либо руководителя с вашего места работы, который как-то вас характеризует, отражает ваши какие-то компетенции. Понятно, что больше, опять же, вы интересующие нас области. И, собственно, эссе. На сайте тоже расписано, что мы хотели бы видеть, ответы на какие вопросы в этом эссе. Это не отражение ваших знаний, в меньшей степени отражение знаний. Скорее, это такое мотивационное письмо, где вы рассказываете о том, чего вы ожидаете от программы, почему вы считаете, что мы должны вами заинтересоваться, как вы видите свое дальнейшее профессиональное продвижение в той профессии, в которой вы идете обучаться. И так далее. Скорее всего, ядро. Остальное скорее иллюстрации к нему. Здесь дальше подробнее описано, но, в принципе, я уже рассказала. Объем тоже обозначен. То есть это некий осознанный, продуманный текст, который представляет вас, как человека, желающего либо начать движение в этой профессии, либо как-то продолжить его. Ваша идея о том, как вы это видите. И собеседование, на котором тоже мы не проверяем ваши знания в области психологии, тем более семейной психологии, оно скорее делается для прояснения взаимных ожиданий, уточняется то, что осталось неясным из документов, проясняется ваша мотивация и ваша готовность, может быть, к тем трудностям, которые неизбежны на программе. И заодно у вас есть возможность также нам задать все вопросы, которые вас волнуют, и тоже принять окончательное решение, насколько вам это подходит. Еще раз, это сайт, где можно зарегистрироваться и куда можно предварительно подать документы. Здесь вы видите критерии оценки портфолио. То есть, собственно, все то, что я перечислила, оно выражается в некотором максимальном вале. И вы можете тоже посмотреть, какие усилия вам надо предлагать к наполнению каждого пункта портфолио. Понимаете, что за счет одного пункта вы не наберете все баллы, которые рекомендуем распределить. Если где-то вы чувствуете себя не очень уверены в одном пункте, у вас всегда есть возможность демонстрируйте свои значительные действия. Да, и еще раз, мы на связи, то есть не то, что вы загружаете портфолио, раз и навсегда, и мы его только оцениваем. Это такой процесс обсуждания. Действия, которые нужно совершить для поступления. Итак, предварительная подача портфолио. С момента, когда откроется официальная приемная комиссия, даже если вы уже подали нам предварительные документы и прошли собеседование, все равно обязательно нужно зарегистрироваться на сайт приемной комиссии, прием.ру. Это второе слово по комиссии. Да. То есть, ну, в любом случае, если вы проявились, мы вам как-то еще об этом сообщим. Если еще до того не прошли собеседование, обязательно тоже его пройти. На нашей программе планируется зачисление в три потока. Здесь пока ориентировочные даты представлены. Мы окончательно их еще не знаем. Тоже будем на связи. Но у тех, кто подает документы заранее и все документы подают в собеседовании, проходят, набирают высокие баллы, есть возможность в середине где-то июля уже быть зачислены, заключить договор. Дальше обязательно после уже последнего потока в любом случае нужно заключить договор. Пока ориентировочно крайний срок заключения договоров 25 августа. После этого нужно оплатить до 31 августа, представить приемную комиссию, квитанцию и ждать уже приказа о зачислении. Обратите внимание, обучение на нашей программе начинается с 1 октября. то есть вот этот месяц между зачислением и началом обучения на прохождение разных формальностей, чтобы вы в свободном режиме спокойно могли оформить пропуск, студенческий читательский билет. Здесь есть информация нашего учебного офиса, где вы можете подробнее познакомиться. И сразу после зачисления, то есть конец августа, начало сентября, обязательно проходят семинары учебного офиса, где они о всех формальных сторонах процесса тоже подробно рассказывают и потом вывешивают у себя презентацию. С этим вы тоже сможете познакомиться. У некоторых интересов... Сейчас я отвечу на вопрос, какой был проходной балл в прошлом году? Да, в районе 40 баллов. То есть он понижается с каждым этапом зачисления. Понятно, что на первый этап мы ставим довольно высокий проходной балл. Отбираются лучшие и дальше по мере того, как конкурсы. То есть в прошлом, по-моему, с 40 проходили люди. Конкурс какой-то и есть, он не очень большой, но не все решаются. То есть у нас всегда есть какой-то процесс, что после отбора кто-то заключает договор, кто-то нет. Ну и все-таки мы стараемся довольно аккуратно подходить. У нас бывают ситуации, когда мы не рекомендовали что-то купить. Это не такая частая ситуация. Мы очень дружелюбные, но тем не менее, мы считаем, что человек должен быть готов получать практическую психологическую профессию. Но еще раз, мы открыты и готовы общаться и помогать вам. Да, иногда на тех же собеседованиях просто человек понимает, что это не то, что он планировал. Стоимость обучения, сейчас еще раз обсудим, 320 тысяч. Стандартная, которая сейчас везде в вышке для магистрских программ. Ну, коротко скажу, что мы, может быть, и хотели бы, чтобы она была пониже, но это не азас, и поэтому это стандартная цена, которая, ну, может быть, учитывая, что вы получаете профессию, которая работает вам неплохие навыки для дальнейшего существования и реализация своей карьеры, может быть, это, в общем, справедливо. Мы слышим, что магистрских программ в вышке в скором времени и без клавок не останется. Так что, давайте. Передворяя серию вопросов про обучение, которые обычно задают, оплата по семестрам. Ну, и некоторых интересует общежитие. Оно есть, и многородие у студентов предоставляется. Стоимость для абитуриентов 5400 сейчас. Для студентов в зависимости от типа общежития они очень разные, от 750 до 1500 с небольшим. И есть опция для членов в семье абитуриентов и студентов, когда они приезжают к вам в гости. Это наши контакты, по которым вы можете обращаться. И мои. У нас еще есть Лена Борисовна на связи с абитуриентами. И учебный офис, который тоже с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Ждем еще ваших вопросов. Видимо, все, что хотели, мы забыли. Наверное, да. Но мы столько раз повторили, что программа будет висеть. Да, все будет висеть. Контакты есть. Если вопросы возникли, вы всегда нам можете написать. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok